Ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка в рубрике «Камчатка. День за днём» рассказывают о том, как в разные годы века минувшего жил наш полуостров, что происходило на нём. 12-й день января. В этот самый день, в 1928 году, газета «Полярная звезда» опубликовала заметку о состоянии здравоохранения в тогдашнем Петропавловском районе. В районе имеется четыре фельдшерских пункта. Два из них находятся на Командорских островах и обслуживают. Один – селение Никольское на острове Беринг с числом населения в 154 человека. Оба эти пункта содержатся на средства ДГТ – Дальгостреста, как арендатора Командорских пушных промыслов. Остальные два фельдпункта находятся. Один – в селении Елизова и обслуживает 214 человек. Второй – в селении Милькова, обслуживает 478 человек. Эти фельдпункты содержатся за счёт районного местного бюджета. Все пункты снабжаются вполне достаточным количеством медикаментов с запасом на целый год. Елизовский пункт снабжается в среднем на 1-2 месяца, в результате чего фельдшер в течение года делает 7-8 поездок за медикаментами в город, тратя непроизводительно и время и средства, что вызывает необходимость снабжения данного пункта запасом на год. Со своей стороны райисполком намечал вновь открыть фельдшерский пункт в селении Малка, но за неимением бюджетных средств это не представилось возможным пока провести в жизни. Это точно. В селении Милькова в этом году, то есть в 28-м году, открывается акушерский пункт, который обслуживает не только село Мильково, но и сёла Верхнее Камчатск, Керганик и другие. Фельдшерским обслуживанием хорошо охвачены Командорские острова. На весь же остальной район, в 22 села, имеется лишь два фельдпункта, которые не в состоянии обслужить всё население этих сел. Наконец-то вы узнали правду. Это был короткий выпуск рубрики «Камчатка. День за днём», рассказывающий о 12-м дне января. Камчатка. 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 Продолжение следует...